Ну что ж, не каждому это дано, но это должен был сделать каждый. Купить своей жене замечательную норковую шубу. Теперь про меня. Знал бы я, чтобы так случилось, за искомую сумму в 5000 долларов, я бы сейчас купил три шубы для супруги и очень крутую дубленку с мехом для себя. Искомая сумма находится совсем рядом с вами, а именно центральная городская ярмарка и три павильона, предлагающие вам шубы из норки, мутона и бобра, а также замечательные дубленки и кожаные изделия. В Гранде. Меха, павильон номер 2. В Гранде 2, павильон номер 36. И в Гранде 4, павильон номер 211 под брендом Руслан. В Магнитогорске по вашим ушам тоже проезжают. Каким образом? Ну это просто. Берется телевизионная реклама и рассказывает, что шуба норковая стоит небольших денег. Кстати, норковая шуба сейчас достаточно больших денег, стоит, потому что, извините, там пока доставка, потом пятое-десятое, потом растаможка и все остальное. То есть дешевле, чем 1000 долларов, вы нормальную норковую шубу себе не возьмете, даже если будете использовать ebay. Здесь все совершенно по-другому. Здесь по той же самой цене, практически по 1000 долларов, вы покупаете нормальную, качественную шубу. Что такое нормальная, качественная шуба? Сейчас я вам покажу. И как вы бы это могли понять? По сути, норковая шуба поднимается вот с этой стороны. Вот так вы ее выворачиваете и смотрите, как она сделана. Если она сделана хорошо и мех мягкий, настоящий мягкий мех, то это качественная норковая шуба. Поэтому, прежде чем купить себе норковую шубу, надо подумать, где она. А мы для себя выбрали. Это грант, четвертая часть. Располагается на центральной городской ярмарке. Прямо рядышком с цирком. И эта качественная шуба в павильоне Руслан стоит 45 тысяч рублей. Теперь про ценники. Почему они не кусаются? И пока вы смотрите на то изобилие, что я вам показываю, пройдемся, потому что мы всегда представляли на все рынки. И вы думаете, что это оружие? Простите, нет. Российская империя всегда поставляла меха. Да и сейчас самые качественные меха. И они, естественно, производятся у нас. Теперь, вернувшись в историю. Я покупал мех для жены. Из него делалась шуба в Греции. Простите, но и у нас сегодня вы не найдете машин круче, чем где-либо. И наши автомобильные машины по прочности уступают разве что америкосам. Но по качеству меха к нам претензий никаких. А то, что производится в Пятигорске, по качеству выше всех. И это отечество. И вот вам результат. Я вам демонстрирую не только женские шубы. Женские шубы – это классно, конечно. Но мужик тоже имеет право надеть классную курточку. Причем классная курточка – это не та курточка, в которой мы с вами были. Сегодняшняя классная куртка – это все сделано просто суперовски. И у нее еще есть мех. Я даже не знаю, из чего, но вот это, по-моему, все-таки норка. Что касаемо цены. Вот такая классная куртка, она денег таких не стоит. То есть берете все это дело и понимаете, что жизнь началась немножко в другом цвете. Конечно, в таком одеянии вы не пойдете на комбинат. Но вот вечером куда-нибудь в ресторан сходить со своей замечательной супругой, которая одета в норковую шубку, далеко и просто. Ну а для того, чтобы вы поняли, здесь есть замечательные сумки, кошельки, перчатки. Где я нахожусь? Я нахожусь в павильоне номер 211. Это павильон «Руслан», который располагается в четвертом гранде. И вход прямо напротив цирка. Ну и чтобы вы поняли, в мире в меха одеваются не так уж и много людей. В основе своей это российские женщины. Так что сказку о том, что где-то там шьют круче, чем мы, выкиньте из головы. Мы шьем круче, чем где-либо. И вот что вы поняли, да? Что цены здесь абсолютно небольшие. Что на мне? На мне то, что нужно. Замечательная дубленка и внутри, посмотрите. Это енот. А вот это, это норка, еще соболь. Сколько все это в месяц стоит? Не таких больших денег. Примерно по цене, как телевизор. Такой большой, 3D-шный. 100 тысяч рублей. Я думаю, что есть смысл сюда зайти. В павильон «Руслан». У него номер 211. Находится он в четвертом гранде. И вход со стороны цирка. Теперь о том, что поймет любая девушка. Шуба из норки, она хороша. Но не везде. Качественнее. К шубе из норки купить замечательный мутон. Утепленный норкой в нужных местах. На демисезон лучше дубленку. Либо кожу. Либо пуховик в коже. И по цене вопроса. Я вам как-то говорил, что вы в сотку уложитесь. Так нормальный перец в пуховике за онную купит здесь все. И по сути всего один раз напряга. И за 20 лет вы просто забыли о том, что кто-то рушит ваш семейный бюджет. Точнее не рушит, но собирается себе кое-что купить. Так что мужики, крепитесь. Ну а местечко такое я вам уже показал. И чтобы вы поняли, я не только одеваюсь в пуховики. Есть у меня, конечно же, и куртки. Но я хотел бы их показать, но не получается. А так по сути. И для нас я бы показал то место, где бы я себе купил одежду. Это павильон номер 211. Четвертый грант. Располагается рядышком с цирком. Вот так можно одеться. Так вот выйти. Так вот поговорить с хорошей девушкой. И объяснить всем, что было бы классно, если вы сюда пришли. Потому как цены-то невысокие. И еще раз вам объясняю. Помните, да? Колбаса у нас все дорожает и дорожает, а цены-то остаются.